Думаю, что это видео сейчас смотрят не только мои подписчики, но и те, кто впервые на моем канале. Это видео не просто о том, как я завела собаку и как мне с ней живется. Это видео еще и о том, как живется вместе с собакой и с ребенком, которому чуть меньше двух лет. Разница, конечно, колоссальная между тем, когда у тебя есть просто собака и когда у тебя есть тандем собака-ребенок. Когда только наша дочь начала вообще что-то осознавать, когда стало видно, что ей нравится, что ей не нравится, когда она начала проявлять какие-то эмоции, первое и, пожалуй, единственное до сих пор, по сей день, что ей действительно очень важно и нужно это собаки, фильмы, мультики, одежда, книжки на улице с собаки. Собака это культ. Конечно, не было сомнений о том, что заводить собаку мы будем, но вопрос был, когда мы это будем делать. Мы думали в течение трех или четырех месяцев, будем мы заводить ее или нет. Почему мы так долго думали? Ну, для меня это долго на самом деле. Потому что еще до свадьбы, три года назад, мы завели собаку, это был бигль. К слову, сейчас у нас лабрадор. Да, тогда мы завели бигля. Бигля – это очень активная собака, которой нужно очень много движения, которая, как оказалось, очень любит грызть дом, как и любая собака. Но я работала, муж работал. Мы завели ее вообще не думая. Мы ее завели буквально за два-три дня. Далее мы просто убежали от проблем, мы ее отдали хорошим знакомым. И теперь она живет... Горе не знает, я надеюсь. В нашем случае, когда уже родилась дочь, у меня были совершенно другие чувства, у меня были совершенно другие инстинкты. И я понимала, что заведя собаку, я буду относиться к ней как к дочери. Так и получилось. То есть мой материнский инстинкт распространился и на собаку. Ну, для начала давайте я расскажу о каких-то минусах, которые есть. Есть, безусловно, есть. То есть это не минусы, это трудности, с которыми я столкнулась. А ситуация. Я помыла пол везде, по всей квартире. К слову, у меня нет помощницы по хозяйству, няни, бабушки редко приезжают. То есть я все сама, целый день с утра до вечера. Я помыла пол, я прибралась везде. И через несколько минут собака что-то раздирает. Она писает, она что-то проливает. Одновременно с этим дочь еще сидит и размазывает все это по полу. Или она помогает ей оторвать. В общем, вот такой происходит трэш. В этот момент в голове любого человека произойдет такое, типа, обида. Обида, что я только что это сделал, а вы не понимаете. И действительно, собака-ребенок, они маленькие, тем более собака полгода собаки нашей. Она тоже ребенок. И в этот момент должна срабатывать такая как бы штука, типа, я взрослый человек. Я должна сама понимать, я должна сдерживать себя. Я должна по-философски, с мудростью относить к этой ситуации, да, что они дети. Надо простить. Но иногда гнев и даже действительно эта обида, она зашкаливает так, что я просто беру собаку за шкиряк и просто выбрасываю на балкон. Вот так. У меня это происходит. Просто вот такой выплеск гнева. И она у меня там сидит несколько часов. А когда она виновата, она понимает, она сидит и не просится домой, обратно, конечно. Ну, я знаю, что это неправильно. Это некая такая жестокость. Но как жить, если я буду это все держать в себе, правда? Вот. Так что это такой неизбежный аспект, когда как бы ребенок, он немного куралезит, и еще собака ему подыгрывает. Или наоборот, ребенок подыгрывает собаке. И это тяжело. Прогулки. Прогулки это тоже сложно. Потому что если гулять вместе с собакой, с ребенком, можно просто разорваться на две части. Ребенок в возрасте двух лет, допустим, он все время интересуется чем-то на улице, что не всегда есть безопасно. Иногда он идет на дорогу, иногда он идет в какую-то яму, лужу, грязь, к другим собакам, что угодно. В то же время собака тоже интересуется всем, что ей не надо, и она бежит туда, куда она хочет, даже если она на поводке. И одновременно держать ребенка, собаку или коляску, это крайне тяжело. Плюс ко всему, сейчас это стало абсолютно просто невозможно, потому что лабрадоры, как вы знаете, у них очень сильная мускулатура, у них очень сильная шея. В чем есть некоторый такой вот важный момент, то, что у них сильная шея, они очень сильно тянут поводок за собой, у них очень оно мощное. И за счет этого можно вот так вот вывихнуть себе плечо. У меня уже как бы руки частенько так побаливают, подмывают, потому что собака, она действительно, так скажем, немного травмирует руку. Поэтому мы стараемся организовывать с мужем все так, что мы гуляем как бы или он, или я. Ну, крайне редко я выхожу с собакой, с ребенком, но иногда приходится это делать. Иначе, конечно, как бы следующий пунктик, это уже писание дома, потому что писают чуночки много, какают они тоже много. И все это убирать, надо просто напасаться терпением и убирать, 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 потому что приучать к лоточку, если вы это сможете сделать, вы молодец. Я этого сделать не смогла, я вообще не такая терпеливая, я этого делать не умею. Далее, уход за собакой. Ну, здесь я бы не сказала, что это какой-то такой минусик, какая-то трудность, но кого-то, я знаю, напрягали бы бесконечно вот эти вот волосочки на полу. И особенно, когда у нее менялся вот этот чинячий пушок на более такую плотную шерсть, грубую, и тем более весна, сейчас вот этот вот динный сезон, шерсть, шерстяной покров, он сменяется. И везде, всюду, когда я собирала грязь с пола, когда я мыла пол, у меня собирались большие такие кучки шерсти. Они могут попасть и в рот, и в еду, и в ванную, и куда угодно. Я знаю, что есть люди очень брезгливые к таким вещам, и поэтому это тоже такой минус для некоторых, серьезный. В плане вообще ухода несложно, расчесывать ее долго не надо, купать ее одно удовольствие, потому что собака любит воду. Так что это что касается конкретно лабрадора. А в общем собаки разные. Есть собаки, которые требуют очень должного, такого тщательного ухода. Здесь уже, наверное, тяжелее. Важный момент, я забыла сказать о том, что собаки, что касается безопасности, да, собаки и ребенок. Очень много историй о том, как собаки загрызали детей, как они их калечили. Здесь уже надо не терять голову, не надо выбирать себе симпатичного ротвейлера, если они вам нравятся. И там какую-то еще агрессивную собаку, которая может съесть ребенка просто. Я, конечно, мы однозначно думали о том, что в первую очередь собака должна быть дружелюбная, семейная. И действительно, потому что в лабрадорах ноль агрессии, вообще нет агрессии. Также мы рассматривали Ньюфангланда. Но эта собака, во-первых, она больше, намного, чем лабрадор. Она требует более тщательного ухода. Она требует больше пространства. И вообще собака очень плохо переносит жару. Поэтому здесь как бы больше трудностей. А лабрадор это такая стандартная собака. Семейная, квартирная, городская. Радости собака приносит больше, чем каких-то неприятных моментов, ситуаций, без которых никуда. Да. Ну, дочь радуется всегда. Иногда даже ночью, просыпаясь, ну, случайно она такая лежит. О, собака, собака. Типа она даже во сне думает о собаке. Она напоминает мне иногда, что собаке надо налить попить. Она заботится о ней. Это так мило, это так здорово. Я знаю, что собака, она прививает ребенку правильное чувство дружбы. Ребенок вырастет и будет знать, что такое дружба, преданность, любовь, забота. Для меня, в свою очередь, собака это психотерапия. Потому что у меня есть проблема. Я невротик. И собака, она очень греет душу. Она очень успокаивает. И это замечательная психотерапия и очень такая правильная психотерапия. И когда все ложатся спать, муж спит, дочка спит. Я там прибралась, сделала свои дела. И я просто подхожу к собаке. Она уже набегалась, наигралась. И мы просто с ней вот так вот в обнимочку сидим. Мы любим друг друга тихо в ночи. Так что, да, для меня жизнь без собаки не представляется возможной. Ведь все люди делятся на две части. Кошки, собаки. Есть люди, которые вообще не любят животных. Но из двух они все равно выберут одно. Здесь уже люди абсолютно разные. То есть собачники и кошатники это разные вообще планеты. Вот я собака чистой воды. Для меня кошка это... А вот собак я люблю всех и сразу. Поэтому я очень счастлива иметь собаку. И без собаки для меня дом пуст и холоден всегда. Я рассказала вам о моментах, с которыми мне пришлось столкнуться. Поэтому если вы думаете заводить собаку, когда у вас маленький ребенок, или не заводить, здесь хозяин барин. Есть ли у вас опыт содержания собаки и ребенка? Может быть вы сами росли с собакой вместе, когда были маленькими? Напишите мне обязательно в комментариях. Я жду ваших пальчиков вверх. Увидимся в следующих видео. Пока!